всем привет друзья вы на канале sky top games и это очередной влог новостей касаемо игры the isle of rima ну а перед началом данного выпуска как обычно хочется выразить огромную благодарность всем нашим спонсорам на канале за вашу финансовую поддержку спасибо друзья также призываю всех вас каждого смотрящего ставить обязательно пальчик вверх подписываться на канал потому что по статистике 50 процентов смотрит наши ролики без подписки ну что же вышел месячный д влог от разработчиков и в рима скажу сразу возможной инфы будет немного в основном рассмотрим д влог но будет интересно январь для разработчиков по сути был коротким в плане разработок две недели перерыва но начиная где-то с числа 17 января они активно перешли к разработке и внесению всего того что я рассказывал вам в прошлых выпусках новостей поехали с выходом обновления 6 и перерывом разработчики находились в процессе переноса игры с игрового движка анрил энджин 4 на анрил энджин 5 как они уточняют это принесло некоторые новые функции игровые анимационные по сути они теперь могут создавать более подробные и реалистичные среды без особого ущерба для производительности также велась работа над реализацией мира с картами для повышения производительности и оптимизации рендеринга игровых сред эта система делит игровой мир на более мелкие разделы позволяя нам отображать только те части мира которые в настоящее время видны игроку процесс не завершён поэтому результаты могут отличаться в целом переход на анрил энджин 5 был сложным но хорошим опытом для разработчиков что могу сказать я с нетерпением ждем окончательных результатов в будущем и надеюсь что там не будет каких-то косяков и опять прибегут толпы недовольных игроков также они работали над улучшением анимации животных включив в нее позы взгляда и анимацию поворот на месте цель здесь состоит в том чтобы движение динозавров было более правдоподобным и реалистичным и исправили движение которое мы видим в настоящее время также стоит заметить что не менее важной задачей разработчиков стал царатозавр как утверждают сами разработчики он имеет довольно простую механику также по поводу его инфицирующего укуса мы сможем накапливать бактерии во рту когда едим которые мы можем занести к другим игрокам укусив их после достаточного количества укусов у противника это будет вызывать рвоту механика в настоящее время функционирует как утверждают но она по-прежнему будет нуждаться в дальнейшем тестирование балансировки и других визуальных эффектах как утверждает watch sound дизайнер разработчиков в начале нового года он потратил много времени на то чтобы закончить настройку бы пиозавра с его последними настройками звука создав несколько звуков для его детенышей после этого он перешел к работе над всеми дополнительными звуками для царатозавра он уже разработал и реализовал около половины звуков необходимых для его взрослой стадии роста а также несколько других которых находится в процессе завершенные звуки включают в себя еду питье первичную и альт-атаку открывание пасти гибель регулярную боль трэш механику и рвоту его атаки звучат впечатляющие с каким-то звуком хруста когда его зубы сжимаются вместе тоны в некоторых сценах имеют низкий звук но громкий рев при отображении чтобы угрожать своим конкурентом и усиливать свой вкус по словам браина филлипса аниматора команды главной задачей разработчиков в январе была настройка и подготовка царатозавра и големимуса многие уже видели его стрима на twitch сейчас его главной задачей стал диабло царатопс это один из самых старых динозавров в игре и ему требуется много времени чтобы полностью его переработать и дать так сказать новую совершенную жизнь во время а теперь напоследок наверно самое сочное и главное радон скором времени этот ядовитый и маленький и тро динозавр попадет в руки стресс тестеров так что у нас надеюсь появится возможность показам вам на стримах и закрытых тестах со своей маленькой командой этого зверька точной даты у меня пока нет что касается игровых возможностей то бейпиозавр царатозавр и големимус почти завершены анимациями и механиками после тестирования q-ality а сараунс они также пройдут на стресс тесты я знаю все ждут новых динозавров также забыл упомянуть что в команде разработчиков появились новые аниматоры и расширение команды аниматоров должно помочь быстрейшему процессу выпуска динозавров диабло царатопс является следующим в очереди после големимуса троадона беппи царатозавра дилофазавр и геррерозавр придут впоследствии следующими если все будет хорошо также команда разработчиков готовит к выпуску двух новых апексов в игру кто это будет пишите в комментариях с пометкой апекс тире к примеру рекс буду рад почитать что касается обновление 7 старейшины элдерсы команда дизайнеров объединилась и вскоре они начнут работу над старейшинами кстати будет несколько различных способов приобретения перков и способности будут расти в зависимости от того как вы их приобрели некоторые будут основаны на том что вы едите другие основаны на том как вы выросли а третье на том что вы собственно делали старейшины будут в игре однозначно и неотъемлемой частью игры по мере того развития как она будет продвигаться вперед от разработчиков поступит еще больше информации об этом ну что же я надеюсь тебе понравился наш выпуск новостей обязательно подпишись на наш канал нажми колокольчик чтобы не пропускать новые стримы и новые ролики по the isle evrima всем хорошего выживания а